Приветствую вас, дорогие зрители и друзья телеканала Управда ТВ. Вы смотрите рубрику «Пресс Батва». Меня зовут Антон Картошкин, и сегодня я расскажу вам самые интересные статьи и репортажи, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты, обозреватели и корреспонденты издательского дома «Ульяновская правда». Еженедельник «Народная газета» сообщает о том, что с 7 по 20 октября перинатальный центр Ульяновской областной больницы закрывают на профилактическую помывку. Роженицы не пострадают, на это время их распределят между перинатальным центром «Мама» и роддомом городской больницы номер один. Журналист Павел Половов рассказывает о проведении третьего межрегионального казачьего форума, прошедшего на территории нашей области. Куда намылился? Рубрика «Это интересно» делится советами о том, как хозяйственное и дегтярное мыло можно использовать в качестве лечебного средства. Раздел «Афиша» сообщает об открытии выставки «Легка дорожка, коли есть гармошка». Об истории появления этого музыкального инструмента в России, а также частных коллекций гармоник, аккордеонов и губных гармошек, можно будет познакомиться на экспозиции в музее «Симбирская типография» до 14 февраля. По скриптам сообщается о жительнице Ульяновска Галине Нефедовой, которая выращивает гигантские кабачки. Она явный претендент на победу главного конкурса, чем вы гордитесь на своем дачном участке. Это и многое другое читаем в свежем выпуске «Народный». Не забываем разгадывать любимый сканворд. Также в этой газете вы найдете актуальную телепрограмму нашего канала. Колонка Андрея Маклаева в газете «Ульянская правда» сообщает о торжественной встрече, приуроченной к 80-летию профессионально-технического образования Российской Федерации. В рамках мероприятия были вручены благодатные письма губернатора, нагрудные знаки и медали 20 педагогам и 6 студентам, победителям национального чемпионата «Молодые профессионалы». В еженедельнике Ульяновского района «Родина Ильича» заметка Анны Смирновой рассказывает о том, как Международный день пожилого человека с любовью и заботой специалисты Центра «Семья» поздравили людей серебряного возраста. Им вручили открытки и сладкие подарки. Также в этот день состоялся праздничный концерт в местном кинозале «Звездный». Ксения Воронова рассказала о старте операции «Автобус». Ее цель – повышение безопасности дорожного движения и профилактика аварийности в области пассажирских перевозок автобусами. Статья Натальи Андреевой «Уборочные финальные аккорды» открывает первую полосу еженедельной районной газеты «Старомаинские известия». Работает по-ударному, не ленится. Журналист рассказывает о том, как в регионе намолотили более 2 миллионов тонн верна. «Мама года-2020». Журналист Мария Богданова рассказывает о прошедшем районном этапе ежегодного областного конкурса. Газета «Базарно-Сызганского района» «Новое время» сообщает, что прожиточный минимум пенсионера повысится до 8777 рублей, что на 203 рубля больше, чем в настоящее время. Корневища мелких многолетников можно высаживать осенью. Читайте об этом в рубрике «Дела огородные». Колонка с гороскопом на новую неделю расскажет о том, как складываются звезды у представителей 12 знаков радиакона. В издании «Елгат» на мордовском языке заслуживает внимание статья Антонины Мегановой «Живи, село, мое живи», в которой автор рассказывает об истории села Мордова-Белый ключ. Также заметка о старте всероссийской переписи населения в трудодоступных районах России информирует, что участников переписи спросят о владении родным языком. В газете «Канаш» на чувашском языке руководитель хозяйства родники Ценнинского района Николай Сайрушев рассказывает, что такого урожая не было с самого образования коллективного хозяйства. Урожайность озимой пшеницы в некоторых местах дошла до 70-80 центнеров с гектара. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Михаил Росошанский рассказывает о 20-летней Алене Денисовой, ставшей первой в 21 веке представительницей Ульяновской Федерации, которой присвоили звание «Мастера спорта страны». На счету у девушки свыше 800 прыжков с парашютом, однако о профессиональной спортивной карьере парашютистка речь не ведет. Алена усердно учится на авиадиспетчера, а спортом планирует заниматься на любительском уровне. Юлия Ныкина опровергает стереотип о том, что только собаки – самые преданные животные человеку. Кошки могут быть как минимум столь же преданными существами. Юлия собрала самые умилительные видео из ТикТока, где котята до невозможности хороши. Эвелина Бачина пообщалась с популярным инстадоктором, врачом-урологом Русланом Корниловым. Жители региона задают интимные, но безусловно важные вопросы. Мужчина интересует, вредно ли принимать фиагру, как повысить тестостерон, почему по утрам появляется непредвиденная эрекция. Женщин беспокоит вопрос о цистите, бесплодии и как планировать беременность. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового ящика. С вами был Антон Картошкин. До свежего восхода порции пресс-ботвы через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова